Утренняя зарядка Вот такая очередная ночь у нас суперская Я выспался, набрался сил, утром еще подъехал охранник Да, я выглянул, посмотрел из палатки, охранник был такой крепкий бычок Но у него был розовый шлеп и он смотрелся очень смешно с утра, так что он меня повеселил Но так вот мы сейчас в парке находимся, город Нинда Сейчас будем просыпаться, собираться и выдвигаться Такое чудесное утро, голубенькое небо, птички поют И все замечательно у нас Микрофон и все Так, остановили очередную фуру по направлению Шанхая И обратно с кондиционером, с хорошими условиями, с улыбкой, с прекрасным настроением Так, круто, да? Мы простояли буквально на съеме, полин 20 мм Да, немного, нам попался вот такой замечательный водитель Чипов Все сегодня пьем, пьем Да, еще раз посмотрим, куда приблизительно едет, проложим маршрут Сегодняшний день уже можно считать удался Даже нема 12 часов, мы уже... И сейчас, скорее всего, проедемо больше 200 км Потому что он едет до Тхайджоу А до Тхайджоу приблизительно 300 км Лица 250-300 км Так что круто Да, в общем, Вадим у нас супергенеальный картограф Пролаживает маршруты Я не знаю, я без него, наверное, и из города не выехал Так что, если вы планируете путешествия Обязательно напишите Вадиму, если ему будет свободное время Он поедет с вами и доведет вас от точки А до точки Б То есть без всяких проблем У нас распределение обовески Дэн на камере, а я на карте постоянно Так что нормально Я останавливаю машины, а Вадим уже договаривается на китайском языке Куда и как нам надо и лучше доехать Но все равно я тоже практикую китайский Пробую, общаюсь В общем, движемся дальше Слухай, ну... Фура упала, смотри, с дороги А, жесть! Доброе утро 7 августа Наш автостоп продолжается Сегодня проснулись на автопарковке Ну, это задняя часть Получается, парковка сама находится спереди Сегодня спали отлично Никто нам не помешал, не потревожил наш сон Но вот сейчас 7 утра 15 минут И вот такое вот Солнышко вышло Просто заглянуло к нам в палатке И мы почувствовали, что подгораем прямо И вот проснулись, уже вылезли Так, вчера спросили у охранника Вон они, кстати, на втором этаже там кочуют Можно ли тут поставить палатки? Они нам разрешили Потом мы услышали шум воды Кто-то моется Но нельзя была не спросить И мы на следую Что-таки помылись В общем, у нас есть все условия Те, которые необходимы Пускай мы живем в палатке Но у нас есть и душ И вот такие вот даже Принадлежности Для сушки наших вещей И тут можно умыться Почистить зубы В общем, круто Так, вот такая вот у нас парковка С заправкой С местом отдыха Красивые зеленые горы Множество машин стоит Вчера было еще больше Она была заполнена полностью Фурами Не останавливается на отдых Поспать Потому что целый день ехать жарко Красиво очень Наслаждаемся пейзажами Сейчас будем идти в столовую Вчера мы там просидели около 6 часов Наверное Потому что двигаться Думали куда нам дальше двигаться Или в Шанхай Или в Нинго И все-таки Вадим созвонился со своей сестрой Правда он ее еще никогда не видел Это там троюродная Или четырехюродная его сестра И поскольку семья это важно Это очень главное в жизни Поэтому они созвонились Писались И она сказала, что она рада будет вас принять Познакомиться Показать нам город Показать свою жизнь В общем Так вот сейчас будем Кушать И выдвигаться в сторону Города Нинбо Нам ехать 200 километров И будем искать Или фуру Или обычную легковую машину В принципе ехать недолго Нам подойдет любая Кушать нам на завтрак Ихать Вы как видите Я хочу к второго тату У меня есть два тату Душа Один Игорь Зидан Игорь Зидан Игорь Зидан Игорь Зидан Вот так мы скупились, сейчас мы покушаем и будем выдвигаться с хорошим настроением, в поисках новых машин, новых приключений, новых городов и знакомств. Ура! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Напомню, что до этого они не виделись и вот она подходит к нам. Привет! Нихао! Меня Денис зовут. Так, это Денис, Алина. Да, вот мы снимаем блог наш небольшой и хотели заснять. Так, кто подумал, где мы можем встретиться, как не в Китае взагалі. В последний раз бачилися? В детстве. В 15 тому, да? В детстве, да. Так. Так. Тебе прервал так зараз? Да, вот в Нинбо. А, вот так. В общем, я так чему себе подумал. Встреча произошла, следите за нами дальше. Так, всем привет! Это город Нинбо. И это наш автостоп, который до сих пор продолжается. Два дня мы остались у Вадима и сестры дома. В общем, квартирка была небольшая, но уютная. Нам очень понравилось. Спасибо ей. Спасибо Вадиму за два дня в Нинбо. Было круто. Город, сказать, большой, но он молодой. Так как мы посмотрели, какие дома, архитектуры. По всему городу небольшие такие речечки, озера, остовки. То есть очень приятный город. Но хочется сказать, в Китае очень много таких вот городов, которые молодые, которые только строят. И не всегда китайцы хотят вселяться в эти города. Но этот город получился успешным. Потому что и инфраструктура, и видно, что бизнес процветает. Но много зданий, много таких центров, шоппингов. В общем, магазины есть, есть что покупать, но народу еще мало. То есть Китай завлекает местных жителей, чтобы они приезжали в этот город и делали какой-то свой бизнес, строились и развивали как и город, так и инфраструктуру в нем. Так, а сейчас мы дошли от развязки, которые еще не достроены. Но тут они очень огромные. Четыре яруса. И мы дошли уже до выхода из города. Вот стоят полицейские. И сейчас будем пытаться проходить. Такая куча машин уже понаезжала. Они что-то стоят, проверяют, ждут кого-то. Все отлично. Мы сытые, мы выкупанные, полные сил, энергии, с хорошим настроением двигаться. Дальше, через 200 километров у нас Шанхай. Следите за нами. В общем, такой вот у нас сидячий автостоп получается. Подошли поговорить с полиционерами с этим. Узнать, как нам можно остановить машину. Вообще у них какая-то тут непредвиденная ситуация. Они ловят какого-то или машину останавливают. Что-то у них произошло. И нам сказали, чтобы мы просто подождали. И вот так вот он разговаривает. Остановил машину с шанхайскими номерами и сейчас пытается договориться. То есть мы никакого участия в автостопе вообще не принимаем. Мы приходим просто до полицейского. Говорим, что нам надо ехать в Шанхай. И он там уже сам, получается, ловит нам машину. То есть, ну не знаю, прикольно это или не прикольно. Просто вот так вот автостоп по-китайски. Они сами договариваются, а мы просто сидим вот так вот ждем. Прикольно. Перед этим он полицейский взял наши паспорта и сказал, что ради вашей безопасности я должен сфотографировать ваши паспорта. Сфотографировать самих вас. И сфотографировал машину, в которую мы сеем. За безопасность китайцы очень переживают. И более за безопасность иностранных студентов. У нас есть студентов. У нас есть студенты, которые здесь есть. Так вот мы продолжаем. Такие вот ребята с нами сидят. Вадим сел спереди. Мы едем в сторону Шанхая. Вадим сел. Насших muss вот так? Хорошо... Вадим сел. Мягом сел. Насколько китайцев. Мягом сел. Подписывайтесь на наш канал.